Президент выходит на связь. 14 декабря президент России Владимир Путин проведет главную пресс-конференцию года. Задать свой вопрос очень надеемся и мы. Сегодня ночью наша съемочная группа вылетает в Москву. На встречу с главой государства аккредитовано рекордное количество журналистов. 1640. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Впервые в списке телеканал «Краснодар». Эксперты отмечают, что главной темой предстоящей пресс-конференции станет предвыборная кампания и в целом выборы в 2018 году. Готовясь к встрече, мы решили узнать у горожан, какой вопрос они задали бы Путину. Когда у нас начнется стабильность, постоянно нашу бедную Россию гнобят, гнобят, гнобят. Когда это уже все прекратится? Затрудняюсь ответить. Меня он как президент во всем устраивает. Я живу в Мышастовке, Станицы Старомышастовской. Там нету газа до сих пор, не поверите. Хотелось бы посмотреть, когда он будет, когда его сделают, потому что очень сложно жить без него. Новые дома в квартирах, сданные с 1 января 2012 года, должны быть оборудованы теплощетчиками. То есть в моем вопросе, в данном, купили квартиру в 2013 году, застройщик сдал дом с теплощетчиками. На сегодняшний день управляющая компания говорит, что теплощетчики установлены не во всех квартирах. Я думаю, что вопрос заинтересует очень многих. От Краснодара до Москвы так управляющие компании уклоняются от того, чтобы мы могли экономить ресурсы. Прямую трансляцию пресс-конференции Путина будут вести центральные теле- и радиоканалы, в том числе и наш партнер «Россия-24». Начало ровно в полдень, 14 декабря. Сколько продлится диалог президента с прессой, на этот раз неизвестно. Самый долгий был в 2008. Тогда глава государства общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут. Сам Владимир Владимирович называет такой формат беседы с журналистами «хорошей традицией». Надеемся, что «хорошей традицией» станет и участие в ней журналистов нашего телеканала. Сам Владимир Владимирович называет «хорошей традицией».